Гость Вашингтонской студии Голоса Америки. Сегодня Акижан Кожигельдин, бывший премьер-министр Казахстана, который с 99-го года проживает за рубежом, уже почти четверть века, и сейчас является одним из казахстанских лидеров, непосредственно проживающих за границей. Акижан Макжанович, здравствуйте, рад вас видеть. Скажите, в первую очередь, о ваших целях визита в Вашингтон в этот раз, приоритетные вопросы, какие, как вы считаете, которые вы обсуждаете в своих встречах здесь, в американской столице? Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Еще с 2021 года мы продолжаем настаивать, чтобы были приняты санкции в отношении наших членов олигополии казахской, конкретных лиц. И второе, сейчас мы работаем над тем, чтобы вторичные санкции, которые из-за войны в России будут все-таки в ближайшее время, заденут республику Казахстан. Мы стараемся убедить политиков Соединенных Штатов, чтобы санкции, их нельзя обойти, я это понимаю, но чтобы они были применены таким образом, не ударили пропорстым людям. Нам кажется, что мы нашли такой механизм, и сейчас после встречи с вами я намерен встречаться с политиками на холме. Вы понимаете, в Конгрессе и обсудить этот вопрос. А вторая наша задача, мы много лет работали, мы подключились в самом последнем этапе группе российских активистов гражданского общества, которые боролись за принятие закона Магнитского. Он тоже работает в отношении абсолютно казахских олигархов и коррупционеров в том числе. Нам хочется, чтобы это было принято в ближайшее время. И наиболее важная задача, с которой я здесь нахожусь, мы помогаем своим гражданам и новому президенту Казахстана в том числе взяться за возвращение похищенных в стране активов. Как вам известно, из прессы, после выборов в ноябре прошлого года, он, выступая на инаугурации, объявил, что это будет одна его из главных задач, он возьмется и будет возвращать похищенные активы. Я правильно понимаю из ваших слов, что вы с нынешним руководством Казахстана, с Гасамжамартом Такаевым и с его правительством сотрудничаете теперь? И вы можете рассматривать, или вы для себя возможность вернуться в Казахстан? Я бы не сказал, что это прямое сотрудничество. У нас нет какой-то программы, которую мы согласовали или обсуждали. Но есть три темы важнейшие для национальной безопасности, где мы поддерживаем его усилия, как только можем. Первое, и главное, это возврат похищенных активов. Мы также принимали участие в написании проекта закона о возврате активов, который Казахстан летом этого года принял. Он действует с 12 сентября текущего года. Правда, следует заметить, что его извратили и списали по-своему некоторые параграфы до неузнаваемости. Но я к этому отношусь спокойно, потому что любой закон, это не догма, всегда можно внести поправки, потому что жизнь заставит. В этой связи мы вместе работаем на одной стороне. То есть мы союзники, в общенациональном парадигме, в общенациональном нарративе вернут активы. Смотрим немножко на предмет, как вернуть и сколько по-разному. В правительстве, в администрации все еще сильны позиции старого Казахстана, а слабинания сильны во всех правоохранительных органах. Потому что так называемый security apparatus, он у нас вообще уничтожен коррупцией. У нас сумасшедший уровень коррупции, я вам попытаюсь это обрисовать. Поэтому мы уже видим, что в закон нужно вносить поправки немедленно. И природа всего следующая. Только три страны постсоветские оказались под властью и под влиянием олигополия. Это понятно. Это Россия, богатейшая недрами страна, наиболее индустриальная страна, бывшая под Советский Республик. Украина вторая по мощности индустрии, тоже она была способной, очень богатой экономически. Казахстан в силу своих природных запасов и частично оказавшись заметно индустриальной, она оказалась тоже лакомым куском людям, которые придя к власти решили обогатиться. Но отличие Казахстана от первого-второго случая следующее. Запад, объединенный после начала войны в Украине, он взялся за олигархов Российской Федерации. Практически их активы за рубежом заморожены. Но с начала российской полномасштабной агрессии против Украины, многие обвиняли Казахстан в том, что он является, условно говоря, островком, через который Россия обходит санкции. Как с этим быть? В отличие от России и даже Украины, которая сейчас в состоянии войны, борется со своей олигополией, ведь Запад требует от Киева сейчас не только воевать, но еще закончить борьбу с коррупциями и все-таки вычистить ее. В Казахстане ситуация намного сложнее, потому что только в Казахстане олигархи срослись с властью, и они меняли власть, они ее проводили ротацию власти, они принимали законы под себя. В Казахстане, в отличие от названных уже республик, у этих людей были свои таможни, можете себе представить, свои переходные пограничные пункты, то есть штампики ставили. У них до сих пор находятся в распоряжении свои экономические зоны, где взимается определенная маленькая доля налогов. То есть внутри страны еще экономика, мало того, что она темная, она еще и криминальная. Вот это большое отличие. Теперь касающееся вопроса заинтересованного, или так будем говорить, спорадического, косвенного поддержания экономики России, которая сейчас под санкциями. Существует два института, в которых Казахстан находится. Это первый, ВДКБ, а второй, это, конечно, единое экономическое пространство. Единое экономическое пространство и единый таможенный союз позволяют России проходить и провозить через Казахстан любые грузы без задержания. Значительная часть российских граждан после начала войны быстренько, юридически переместилась в Казахстан, открыла там компания, открыла там банковские счета, практически не переезжая на территорию Казахстана. И таким образом, получается, они генерируют любую прибыль на территории России, оформляют ее через казахские компании, и в любом направлении могут перемещать капиталы, будь то за рубеж, уже являясь казахскими юридическими лицами, будь то Казахстан. Это очень серьезная программа и очень серьезная ситуация. И я практически уверен, что мы вряд ли, как республика, удержимся долго, дольше, чем до конца 2023 года, и ближайшие первые санкции нас удавляют. Не просто уже теперь, не косвенно, а прямо. А экономика Казахстана находится под сильным влиянием санкций. Она упала. У нас большие неприятности в Западном Казахстане. Бастуют нефтяники, потому что упала добыча нефти. Как только падает добыча нефти, сокращаются сервисные работы. Сокращается сервисная работа, появляется безработица. У нас практически весь 2023 год в Западном Казахстане на всех промыслах происходит без остановки забастовки. Но почему, на ваш взгляд, власти Казахстана не предпринимают максимальных усилий для предотвращения этого экспорта? Да, 19 октября казахстанские власти запретили поставки 106 наименований товаров в Россию, которые могут использоваться для военных действий. Но достаточно ли это, на ваш взгляд, чтобы избежать санкций, во-первых, западных, во-вторых, чтобы не помогать российской военной машине против Украины действовать? Во-первых, для того, чтобы это сделать, надо постепенно. Вы знаете, у меня такое профессиональное мнение, что если бы эти такие санкции действительно не просто угрожали и начали бы приниматься, вероятно, и правительство Казахстана начало принимать деятельные меры. Не просто отговаривалось бы. Дело в том, что они не могут на это решиться. Более 7 тысяч километров совместных границ. А перевозить продукты двойного назначения, особенно то, из чего делают чипы и прочее, это просто невозможно отследить. Особенно, если не хотят очень следить. Поэтому корень всего зла захочется в следующем. Надо разбираться с полнотой соглашения в едином экономическом пространстве. И то, что приносит ущерб невольно, не Казахстан начал эту войну, эти нормы нужно вводить, выводить из соглашения таким образом, чтобы они не работали временно. Так, например, как делает Россия. Когда Россия это нужно, она может закрыть все трубопроводы. Мы являемся в едином таможенном союзе, в едином экономическом пространстве. Но, однако, не можем прокачать нефть, потому что почему-то Россия считает, что надо закрыть эту трубу. То есть Россия, как большой партнер, вольно принимает такие решения. Казахстан должен исходить тоже из национальных интересов. А Европа, как мы видим, встречается с Такаевым в том числе. Вот Эммануэль Макрон, президент Франции, посетил Казахстан. И, в частности, сделал комплимент Казахстану за отказ встать на сторону России в войне против Украины. И добавил, что понимает, что есть геополистические трудности, давление, которое некоторые могут оказывать. Некоторые, в данном случае, понятное дело, имелся в виду Кремль. На ваш взгляд, во-первых, о чем свидетельствует визит Макрона нынешний? И, во-вторых, насколько действительно вот это давление продолжается со стороны Москвы на Казахстан? Вы знаете, начиная с 19-го года, особенно с ноября 22-го года, когда президент Такаев впервые получил полноту президентской власти, принято считать, что он с 19-го года исполняющий обязанности, но по-настоящему с 22-го года ноября, когда он начал менять конституцию частично, когда привилегии первого президента были посланы на утрату, когда под арестом оказались два его племянника, которые находились в высшем руководстве комитета нацбезопасности, когда начали внутри страны у семьи постепенно забирать активы, переводить их в государственную собственность, ну, отдавать правительству. Это все такие несмелые для кого-то шаги, но это правильные шаги в правильном направлении. То, что касается укрепления и построительства нового геополитического формата для Казахстана, ориентации новой геополитики, Такаев, как являясь профессиональным дипломатом, он выполняет работу, я бы сказал, безупречно. Это укрепление отношений в Центральной Азии между республиками, это активная работа по созданию так называемой Лиги Турецких государств, тюркоязычных государств, тоже напрягает кого-то, и Москве это не нравится. Особенно очень крупные шаги с точки зрения сближения в формате Шанхайской организации сотрудничества и непосредственно прямую с Китайской Народной Республикой. И недавний его визит в Китай, где председатель Сейпинь, и подписание новых соглашений о общей программе, которых широко известно, один путь, один пояс, один путь, вероятно, мы сейчас будем получать в основном технологии инвестиций только с Востока и Юго-Востока. С Западом у нас просто возможность возвращать, она сократилась. В свое время не приняли во внимание альтернативный путь экспорта товаров и импорта товаров, так называемый Каспийский маршрут, то есть через Туркменистан, вся Центральная Азия, паромам Баку, далее Грузия, Черное море и Европа. Я думаю, что вот этот путь очень перспективный. Мне кажется, что к этому пути в будущем правильно будет присоединять всем участникам этого проекта, включая Европу, Армению, потому что Армения у нас оказалась, она заперта, она не может вырваться из серьезной экономической нынешней ситуации, не имея выхода к морю, так сказать. Выход к морю, это присоединиться к этому Каспийскому, так называемому, маршруту, во главе которого стоят не страны СССР, бывшие республики, и многие из них не члены ОДКБ, многие из них не члены единого таможенного пространства, ну, например, Узбекистан и Туркменистан, они свободны, они не являются членами ни одной из перечисленных организаций, и, конечно, с таким большим гигантом, способным дать огромные инвестиции, как Китай, это был бы очень удачный проект. Поездка Макрона, она оправдана, она в ответ совершается после поездки почти год назад президентом Такаева, и казахи, казахстанцы, я в том числе, мы приветствуем европейских лидеров, когда они приезжают к нам, потому что, по большому счету, что нам нужно? Нам нужны капиталы развивать, экономику, нам нужны рыночные места, Европа это одно из самых главных рыночных мест, и, конечно, нам нужны передовые технологии, и нам нужна европейская наука для того, чтобы что-то развивать. Мы застряли в сырьевой своей базе, мы должны переходить на новый этап экономики, индустриализации. Но именно вот с точки зрения того, что Макрон говорил о давлении военным, да, то есть, как вы считаете, оно продолжается со стороны Москвы? Пытаются? Убедите вообще, есть ли у вас уверенность в том, что Путин не надавит, условно говоря, на власти Казахстана, чтобы они не присоединились к этой агрессии против Украины? В том числе. Вы знаете, я был одним из людей, который участвовал, видел распад союза и участвовал в формировании Содружества независимых государств и нового формата взаимоотношений. И теоретически считалось идеальным наш союзник, главный был Россия. Естественно. Но рядом находимся, то есть, это судьба, это не обстоятельства, это не просто выбор, это так есть, а второе, все выстраивалось именно исходя из такого посыла. Наши страхи и ожидания тогда были вызованы в основном с юга. Это был исламский экстремизм, который получил власть в Афганистане. Мы видели, как исламские вооруженные формирования появились на территории Узбекистана, Таджикистана и даже Киргизии. Если вы помните, к началу вот этих событий 11 сентября 2001 года, буквально за 10 дней до этого, отряды исламского движения Узбекистана на мотоциклах были почти в 20 километрах от Ташкента. То есть, то, что случилось потом, по большому счету, сохранило наши режимы. Но с некоторого времени в политическом руководстве России стали звучать какие-то требования, лозунги о том, что надо было что-то пересмотреть. То есть, предложена была форма «Если вы с нами, то мы дружим, если вы без нас, то мы будем определяться, как с вами быть». Это глубоко ошибочная теория. И если, я не знаю, с Путиным это прекратится или нет, и какое будет следующее руководство, если российские политики не поймут, что мир изменился, и они будут пытаться продолжать вести такую политику, они будут просто отдаляться от нас, и они будут постепенно, постепенно маргинализироваться. Россия три года назад была одной из ведущих игроков во многих международных организациях. Сейчас она в основном сама по себе. Это результат российской политики, российского руководства. Никто их не сжимал, никто их не давил. Есть такая опасность. Поэтому для нас остается одной из краеугольных камней защиты своего суверенитета безопасности, и в этом отношении я вижу усилие такое, я абсолютно его понимаю. Мы должны быть сильными, сильными. Если ты сильный, с тобой считается, нет, так нет. В качестве одного из вариантов завершения, сценариев завершения этой войны, Путина против, и России против, Украины, рассматривается вопрос ухода Путина, или падения путинского режима. На ваш взгляд, будет ли это благом для Казахстана? У меня такое ощущение, что если Путин сдаст свои позиции полнополитические, уйдет, ну, во-первых, любая новая власть, это всегда ожидание чего-то нового. Я думаю, что эта кризисная ситуация, она должна разрешиться. И я думаю, что одним из триггеров, и главных таких механизмов, которые повлияют на изменения, могут повлиять, это, конечно, завершение войны в Украине, и, естественно, восстановление Украиной и его руководством своего суверенитета над своей территорией. Это исключительно важный вопрос. Это то, что, допустим, когда во время Ленинградского форума год назад у Такаева задали такой вопрос, находясь в сложнейшем положении, ответил абсолютно правильно. Так думают все казахстанцы. Для нас суверенитет вопрос номер один. С кем быть союзником? Конечно, хотелось бы, прежде всего, с своими соседями. Но это зависит не только от нас, это зависит от соседей. И тут, конечно, не равенство, а равноправие. У нас очень часто любили говорить о равенстве. Когда речь идет о равенстве, появляются старшие и младшие. Когда говорят о равноправии, вопрос стоит абсолютно исключительно по-другому. Посмотрим, как это будет развиваться, но нынешнее положение Казахстана с точки зрения ориентиров геополитических правильное. И мы все должны понимать, что растущая роль Китая, а многие считают, что Китай вот скоро начнет с кем-то воевать. Насколько я понимаю и знаю китайское руководство, китайскую политику, Китай в ближайшее время, если не заставит, воевать не будет. Китай набирает силы, и он становится силой сам по себе. Сколько стран после социалистического лагеря падения начало старт вперед, только Китай, за исключением еще восточноевропейских стран, которые вошли в пенсию, и только Китай добился впечатляющих успехов. Это страна высокого машиностроения, высокой индустрии, высокой науки, огромных капиталов, способная инвестировать их. Это большой игрок экономический. Но при этом Китай, вот как подчеркивают в Соединенных Штатах, отказывается играть важную политическую роль в качестве медиатора, в частности, посредника для завершения агрессии России против Украины. Вот как вы на это смотрите? Я хочу сказать вам одну вещь. Если вы внимательно посмотрите, Китай вообще впервые заявил о себе как политическом игроке только-только. Китай всегда был членом Совбеза, ООН, он всегда голосовал, исходя из своих интересов или в основном вместе с Россией последние годы. Он не очень часто голосовал с Советским Союзом, была конфронтация. А Китай вообще не имел опыта играть в международной дипломатической сцене. Он только-только осознает свою силу, он только-только о себе заявляет. Я думаю, что Китай сейчас вырабатывает политику, какую позицию им занять. Китай хочет, чтобы к нему относились как к равному, и, конечно, прежде всего, Китай ожидает приглашения со стороны Америки. Китай вот так себя осознает. Хочу еще одну цитату привести Сергея Лаврова, который заявил, что Запад пытается оттянуть от Российской Федерации соседей, друзей и союзников, в частности, говоря и о Казахстане. На ваш взгляд, вы как человек, проживающий на Западе, в Лондоне, здесь мы находимся сейчас в Вашингтоне, где вы встречаетесь с политиками. Вы считаете, что Казахстан может сделать этот шаг и в Европу, и на Запад в целом, в сторону и Соединенных Штатов к большему сближению? И когда это, и благодаря чему это может произойти? Значит, с точки зрения Казахстана, с точки зрения развития, собственно, получения передовых технологий, лучшего качества товаров, места на рынке, хороших отношений в сфере культуры, образования, Казахстан может и должен работать со всеми странами. У нас не должно быть никакого там забора остановиться. У России никто, Центральную Азию не отнимал, Россия заблудилась в своих ориентирах. Она должна пересмотреть, она должна понять, что это больше не Советский Союз. Мы были советскими людьми, я находился на службе в Европе. У нас было ужасно опасное оружие. И это хорошо, что мы вывели войска советские из Европы. Мы не обеспечивали мир и спокойствие, мы были потенциальной угрозой, потому что мы были не демократиями. Поэтому, если Россия будет понимать о ее настоящей роли, о своем реальном потенциале, и займется развитием России изнутри, и позволить себе стать такой, как Китай, с ней будет считаться. Кто считался 40 лет назад? Все смотрели свысока на Китай. Правда, бедная страна была. А там люди просто медленно, тихо занимались собственными домашними задачами. Пришел Тенни Сяопин и накормил весь Китай помочь 50 миллионам частным сельским фермерам. Они накормили страну и отказались от получения продовольственной помощи. Китай не просил помощи, сам дает. За что только они не брались, они брались с большим энтузиазмом и с головой, и у них получилось все. У других этого не получилось. Конечно, влияние Китая огромное. Вы обратили внимание, в интервью к китайскому телеканалу президент России Путин прямо признал, что Китай стал большим игроком и призвал всех объединиться вокруг председателя КСИ. Вообще-то такое, я не помню из уст советских и российских политиков такого рода признание. Это серьезное признание. Возможно, он инстинктивно чувствует, где Россия оказалась. Еще одной важной теме. 17 октября Министерство иностранных дел Казахстана осудило террористическую атаку Хамаса на мирных граждан Израиля. Произошло это через 10 дней после нападения и начало вооруженного конфликта между Израилем и Хамаса также призвало Израиль воздержаться от непропорционального использования силы. Насколько, по-вашему, прозрачна и однозначна позиция казахстанских властей по конфликту на Ближнем Востоке? Казахстан прекрасно понимает, что ситуация с Газой и где укрепился Хамас и использует эту территорию для своей повестки дня это глобально опасная. Вместе тем, для Казахстана, как и для многих стран, особенно, в том числе и Китая, вопрос суверенитета и любых вот таких анклавов и попыток заявлять вооруженных групп людей, заявлять о своей библе, за свои права, за свои... Суверенные права это всегда вызывает неприятие. И я думаю, что это такая довольно сдержанная оценка, довольно сдержанная. Но мы все прекрасно понимаем, что люди, оказавшиеся в секторе Газа, сейчас являются заложниками Хамаса. Они заложники Хамаса. Израиль имеет право на защиту своего суверенитета территории, своих граждан. Это очень сложная ситуация. Я не знаю, как люди собираются с ней разобраться. Потому что если Хамас будут продолжать подпитывать экономически, материально, вооружениями, то Израиль имеет полные основания и права добиться, чтобы они разоружились. Но никто ничего не говорит про Газу. Газа вообще-то осталась никому не нужной территорией. Вы обратили внимание, что и палестинцев никто из арабских стран не зовет к себе домой, не помогает. Все страны предпочитают, чтобы они остались там, хотят дать им деньги, материальные, хлеб, продукты. Живите здесь как-то, только живите. Но это будет зависеть от режима политического. Ведь Хамас отсек газу от восточного части Палестины, от западного берега. Там находится президент, объявленный президент Палестины. Он сам по себе, Хамас руководит сам по себе. Это, конечно, ситуация не только израильская. Оно, естественно, более израильское. Но я думаю, что вообще-то Содружество мировое должно как-то после окончания вот этой операции с Хамасом разобраться, что делать кричит. Ну вот я как раз хотел спросить, вы сказали, что многие отказываются принимать людей, палестинцев, которые бегут или готовы бежать из сектора газа. На ваш взгляд, почему это не происходит, почему все-таки действительно не удается, условно говоря, арабскому миру, в том числе на фоне многочисленных манифестаций по всему миру, как-то решить этот вопрос и на те же власти Египта, условно говоря, надо видеть, чтобы либо через территорию Египта принять этих беженцев. Как вы считаете, что мешает? Политика Египту после долгой борьбы с братьями мусульманами, которые даже однажды умудрились прийти к власти, у нас же был президент, их опасение заключается не просто в палестинцах, они боятся вместе с мирными гражданами импортировать экстремизм. Это очень просто, они об этом не говорят. То же самое с Ливаном. Я уже не говорю про Иорданию. В Иордании палестинцев, которые там осели в лагерях беженцев по численности больше, чем население коренной самого Иордании. Они не интегрируются, тяжело интегрируются. Вот первый пример, арабские страны не хотят их к себе позвать. Вот, пожалуйста, деньги и так далее. Это серьезная проблема, ее надо, ее как-то надо решать. Потому что это осталось, газа-то эксцерриториально, но ничто. Израиль принял правильное решение построить забор, таким образом себя обезопасить. Как оказалось, это тоже не полная гарантия. И больше ничего. Европейский Союз ведет себя абсолютно бессильно. Деньги проводятся, деньги даются, Израиль критикуется за применение чрезмерной силы, но никто не смотрит, как используются деньги, куда они направляются. Строятся ли там школы, или строятся там подвалы, туннели. Никто этого не проверяет. То есть нужна какая-то серьезная международная программа прям назвать Палестина, новая Палестина. И, конечно, сразу встанет вопрос о политическом режиме. Это будет какой-то режим на штыках Израиля, или мы можем все доверить палестинской автономии на западном берегу Иордана, которая сможет навести порядок в том числе и в Газии. Кто его знает? Их когда-то выкинули оттуда. Вот, пожалуйста, один якобы народ, это одна культура Палестинцы, совершенно два разных политических режима, два разных международных нарратива, эксплуатируют только одно. Детей, стариков, женщин убивать нельзя, мы бедные, живем плохо, но их никто не хочет принимать. Что с этим делать? У меня ответа нет. Вот этот геополитический аспект, сейчас многие называют, что как второй фронт в период войны России против Украины, считаете ли вы тоже, что отчасти, поскольку из-за конфликта на Ближнем Востоке даже тема агрессии России против Украины отошла на второй план, что это все идет на руку Владимиру Путину и является он главным выгодоприобретателем, можно сказать, этой ситуации? Я вообще-то отношусь к такой формуле с большим скепсисом. Да, это каким-то образом отвлекает и еще будет отвлекать. Но с учетом визитов делегации Абсолютно. Первые лидеры поехали, все, что проходит с Хамасом, большие телеканалы день и ночь там стоят, смотрят. И, конечно, долго еще нужно будет решать вопрос, что действительно делать с газой, как с территорией, населением, которое там проживает, какую помощь оказать, какое там будет политическое. Временно администрация решила, но война в Украине, это совершенно другая история. Война в Украине это безопасность Европы. Украина, нам надо прямо говорить, как человек, живущий в Европе, хочу сказать. Украина для всех европейцев это бронежилет сейчас. Когда говорят об усталости и прочем и других эмоциях, действительно, люди устают от войны. Это все понятно, цены выросли, но когда речь идет о том, надо или не надо, все люди едины. Очень хорошо по этому поводу сказал президент Байден, он откровенно сказал. мы им будем помогать всем, что можем или нам придется послать туда солдат. Это очень просто. Так случилось, и я думаю, что Украина не останется без помощи. Но Украина большая, огромная сцена, задача, им нужно... Сейчас, конечно, главная сконцентрированная тема, это война и освободить свои территории, защититься, во-первых. А потом начнется вопрос развития, восстановления экономики. И сразу возник вопрос, а что с украинской коррупцией? Вы понимаете, что получалось? Два Майдана приводило только к одному, что олигархи, разделившись на группы, боролись друг с другом, боролись за власть. У Зеленского просто огромная проблема. Я, конечно, очень приятно был удивлен, это выдающийся политик 21-го столетия. Кто бы мог сказать, такой как Рейган, выдающийся политик, вот ему досталось. Такой же выдающийся политик, премьер-министр Армении Пашинян, которому досталось. Сколько президентов, сколько, что только не происходило, ничего не делалось, а им досталось. Поэтому у него большая такая задача, но первая задача это отвоевать независимость, и потом, когда значительная часть, абсолютное большинство казахов, они с тревогой относятся к любому покушению на независимость, их понять можно. Как оказалось, формула русского мира, она оказалась, в принципе, задумка была одна, делалась по-другому. Я бы призвал только к одному, мир можно, к миру можно перейти довольно быстро, но там есть простое решение, для начала простое решение, остановить войну, вооруженные акции, а потом Россия должна признать суверенитет Украины на территории, который уже был, этот суверенитет был принят Российской Федерации, он был ратифицирован, а потом уже получится что-то. Я думаю, что Европа поможет и быстро поднимет Украину. Думаете, Европа и США смогут одновременно сейчас помогать и Украине, и Израиле? Да, абсолютно. Вы знаете, вот эта осенняя чехарда с закрытием американского правительства, я очень внимательно наблюдаю за... Я очень люблю американскую внутреннюю политику, она такая поучительная. Вы же понимаете, что вот эта игра в попытке закрыть, запереть на время администрацию правительства, она началась во время Обамы. Раньше, когда только к власти пришли люди под влиянием этой чайной партии, вот это появилась политическая игра. Но я абсолютно уверен, придет момент, бюджет был принят, особенно будет принят Пентагонский оборонный бюджет номер один, священная корова, никто не позволит, нету лоббистов в американском стеблишне сильнее, чем весь Пентагон. И там обязательно будет согласован пакет и по Украине, и по Израилю. Все прекрасно понимают, что это надо. Но между тем, каждый поборется там за какие-то свои уступки, это инструмент внутренней борьбы. Главное, чтобы они слишком увлеклись. Игорь Негода Редактор субтитров А.Семкин